Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Удивительная планета и сегодня мы поговорим с вами о Пхукете. Остров Пхукет, обладающий почти неземной красотой, находится на юге Таиланда у западного побережья Малайского полуострова. Это крупнейший остров страны, который вместе с 32 окружающими его маленькими островками, формирует одну из провинций Таиланда. Его длина с севера на юг составляет почти 50 километров, а ширина всего 21. Пхукет отделен от материковой части страны проливом Пакпра, через который проложены три моста. Уютные бухты – острова с очаровательными белоснежными пляжами, омываемыми ярко-голубыми водами Андаманского моря. Высокие горы, покрытые изумрудной листвой тропических лесов, создают идеальный пейзаж. Однако Пхукет – это не просто иллюзорный рай, а место, где живут, работают и наслаждаются отдыхом люди. Об этом напоминают ухоженные рисовые поля, рукотворные плантации каучуковых и кокосовых деревьев, а также современные курорты, расположенные вдоль всего побережья. На Пхукете есть несколько десятков пляжей, и выбор зависит от ваших предпочтений и возможностей. Остров привлекает серфингистов, дайверов, любителей гольфа и верховой езды. Здесь также найдется занятие для тех, кого интересует история, культура и религия Юго-Восточной Азии. Ведь остров богат историческими и культовыми достопримечательностями. Туристы любят Пхукет за возможность весело провести время, посещая разнообразные шоу, от фольклорных до современных и даже пикантных. А визиты в рестораны и кафе, где подают превосходное аутентичное блюдо, приготовленное лучшими местными поварами, становятся неотъемлемой частью отдыха на Пхукете. Археологические находки на острове Пхукет и в соседних южных провинциях Таиланда свидетельствуют о том, что эта территория была заселена людьми еще в доисторические времена. Однако установить были ли эти люди древними предками современных народов региона затруднительно. Считается, что самыми древними предками Пхукета были Чхаулия, что в переводе с тайского означает «люди моря». Их также называют морскими цыганами. Эти кочевые народы периодически оседали на побережье Малайского полуострова и близлежащих островах. Поскольку в Чхаулия нет письменности, их происхождение остается загадкой. В первом и начале второго тысячелетия нашей эры Пхукет входил в состав различных древних государств, распространявших свое влияние на Малайский полуостров. Современное название острова, вероятно, происходит от малайского слова «букит», что означает «холм» или «гора». Во времена тайского государства Аютия с 1351 по 1767 год Пхукет был столицей Южного княжества. Ко второй половине XVI века северные и центральные районы нынешней провинции Пхукет находились под властью тайского короля. А южные и западные территории, включая сам остров, богатый оловом, были переданы в концессию европейцам. На протяжении столетий бирманцы, завидуя богатством соседей, совершали набеги на Аютию. В 1785 году, воспользовавшись неожиданной смертью губернатора Пхукета, они напали на остров с моря. Оборона острова стала важнейшим событием в его истории. Вдова покойного губернатора и ее сестра, с помощью хитроумной уловки, вынудившие врага отступить, стали народными героинями. С середины XIX века Пхукет доминировал в экономической жизни Сиама. Так официально называлось тайское государство до 1932 года. Добыча олова росла, привлекая на остров десятки тысяч китайцев, которые принесли с собой свою культуру, религию и традиции, изменяя этнический состав населения. Многие из них разбогатели и осели на острове, став местной бизнес-элитой. В начале XIX века на Пхукете начали выращивать гевею – каучуковое дерево. Вскоре производство каучука стало второй по значимости отраслью экономики острова после добычи олова. Превращение Пхукета в богатейшую провинцию сопровождалось и драматическими событиями. В 1880-е годы две крупнейшие китайские триады боролись за контроль над прибылью от добычи олова, что нередко приводило к кровавым столкновениям. В XX веке цены на олово на мировом рынке постепенно снижались, а протесты местных жителей, защищающих окружающую среду, усиливались. Шахты закрывались одна за другой. Но одновременно с этим на острове начал развиваться туризм. В 70-е годы прошлого века, когда был принят план по развитию туристической отрасли на Пхукете, здесь даже не было асфальтированных дорог, а любоваться местными красотами приезжали преимущественно хиппи. Пхукет превратился в один из главных туристических центров страны буквально за 20 лет. Парадоксально, но первое гольф-поле в Таиланде было создано на месте бывших оловянных копий. В процессе рекультивации земли карьеры превратили в живописные озера, а отвалы – в узумрудные холмы. Таким образом, ландшафт веками, обезображивавший часть острова, превратился в его уникальную особенность, гармонично вписавшись в роскошный тропический пейзаж. 2004 год ознаменовался трагедией для южного побережья Таиланда. Цунами, унесшая тысячи жизней, превратила туристический рай в кромешный ад. Пхукет пострадал от стихии меньше, чем курорты на материке. Но восстановление разрушенной инфраструктуры заняло несколько лет. Сегодня остров вернул себе былую славу и лоск, о чем свидетельствует ежегодный рост числа туристов со всего мира. Отдыхать на Пхукете можно круглый год, но нужно помнить, что тропический климат отличается переменчивостью. Единственное, что здесь стабильно, это температура воды, которая никогда не опускается ниже 26 градусов тепла. Высокий сезон на острове начинается в ноябре и продолжается до февраля. В этот период температура воздуха колеблется от 25 до 31 градуса тепла. Море спокойное и лазурное, на небе практически нет облаков, а дожди, если и случаются, то преимущественно ночью. Лучшим месяцем для отдыха считается декабрь, когда на Пхукете проходит карнавал в честь открытия сезона и стартует королевская регата, где можно полюбоваться роскошными яхтами. С размахом отмечается и католическое Рождество, а в конце января-начале февраля празднуется китайский Новый год. Самые жаркие месяцы на Пхукете – март и апрель. Днем температура редко опускается ниже 35 градусов, а иногда достигает и 40 градусов. Дожди в это время редкость. Море прогревается до плюс 28. В это время увеличивается количество морских обитателей в прибрежных водах, что привлекает дайверов и любителей рыбалки. С 13 по 15 апреля на острове празднуют Тайский Новый год, когда интересно посетить буддийские храмы, где проходят торжественные церемонии. В мае на острове начинается сезон муссонов, который длится до сентября включительно. Температура воздуха в это время около 30 градусов. В начале месяца ветер усиливается на западном побережье, а к июню начинаются штормы по всему острову, и ливни могут начаться в любой момент. В июне волны еще не очень высокие, что делает этот месяц отличным для новичков в серфинге. Опытные серфингисты предпочитают приезжать в июле, когда волны достигают значительной высоты. В этот период на большинстве пляжей вывешивают красные флаги, что означает запрет на купание. Дожди часты, а небо часто покрыто облаками. Однако даже в пасмурные дни можно легко обгореть на солнце. В августе небо обычно хмурое. Тропические ливни начинаются к вечеру и продолжаются всю ночь. Днем дожди кратковременны, и земля быстро высыхает после их окончания. Самый дождливый месяц на Пхукете – сентябрь. Но это не означает, что дожди идут непрерывно. К тому же, штормы в это время случаются реже, чем в предыдущие месяцы. В сентябре на Пхукете проходит оригинальный праздник – фестиваль вегетарианцев. Город Пхукет является административным и экономическим центром острова, а также столицей одноименной провинции. Хотя большинство туристов предпочитает останавливаться на побережье, маршруты экскурсионных поездок часто начинаются именно здесь. В самом городе есть много интересного для посещения. Он известен своими даотскими храмами, живописным восточным базаром и удивительным слиянием китайской и европейской архитектуры. В историческом районе города, на улице Ранонг, расположен главный рынок Пхукета. Это не просто достопримечательность для туристов, а настоящий центр жизни, где царят яркие краски, обворожительные ароматы и оживленная атмосфера. Здесь представлен огромный выбор свежих морепродуктов – мяса, овощей, фруктов, специй и пряностей, которые местные жители выбирают для своих покупок. Лучше посетить рынок рано утром, чтобы избежать жары, которая становится особенно ощутимой к 10 часам утра. Продолжая идти по улице Ранонг, можно наткнуться на тайский буддийский храм Ват Кеджоранцгам. Его архитектура уникальна для Таиланда. Основное здание с тройными изображениями сидящего Будды выполнено в романском архитектурном стиле, что делает этот храм абсолютно не похожим на обычное буддийское святилище. Неподалеку находится храм Пуджо – китайское даотское святилище, построенное в XIX веке и посвященное богине милосердия Гуанинь. Слева от него расположен храм Жуйтуи, также богато украшенный и посвященный богу растительной пищи. Ежегодно здесь в сентябре проводятся различные торжества, включая вегетарианские фестивали. По правую сторону от улицы Ранонг находится еще один известный храм города – Сан Чао Сайэнгхам, построенный также в XIX веке. Архитектура старой части столицы острова Пхукет также заслуживает внимания. Особняки китайцев, которые разбогатели на торговле оловом и каучуком, выполнены в стиле, который называют китайско-португальским. Эти двухэтажные разноцветные дома с резными балкончиками выглядят очень колоритно и каждый из них уникален. Особенно эффектно они смотрятся в вечернее время, когда подсвечиваются мягкими огнями подсветки. В старом районе города можно найти очаровательное кафе, рестораны, небольшие художественные галереи, современные магазины и лавки, где можно приобрести сувениры и ювелирные изделия. Главные курорты острова Пхукет – это Патонг, Корон и Ката – находятся на его западном побережье. Пляжи здесь великолепны и хорошо оборудованы, однако в высокий сезон они часто переполнены и шумны. Для тех, кто предпочитает спокойствие и тишину, рекомендуется посетить северное побережье, где еще можно найти уединенные места. Красивейшие девственные пляжи также можно найти на территории национальных парков Пхукета. Все пляжи на острове являются общественной собственностью, однако доступ к некоторым из них затруднителен из-за плотной застройки отелями в курортных центрах. Часто доступ на пляж возможен только для гостей этих отелей. В то же время можно добраться до пляжей пешком с соседних пляжей или на лодке без проблем. Пляжи Пхукета известны также высокими волнами, которые могут быть опасны для плавания. Волны накатывают на берег и могут образовывать обратное течение, что может представлять опасность для пловцов. Рекомендуется заходить в море только там, где висит зеленый флаг, указывающий на безопасные условия для купания. В 15 километрах от Пхукетауна расположен самый популярный курорт острова – Патонг. Здесь простираются великолепные пологие пляжи с мелким песком, привлекающие любителей светской жизни и ночных развлечений. В Патонге множество отелей, ресторанов, ночных клубов и баров, что делает его идеальным местом для любителей активного образа жизни и веселья. Пляж самого известного курорта Пхукета, окруженный пальмами и индийскими миндальными деревьями, разделен на две части улицы, известной как Банглороуд. На южной части пляжа течет речка, где у причала пришвартовываются традиционные китайские длиннохвостные лодки. Местные называют их Риахангьяо. Туристы часто выбирают эти экзотические суда для морских прогулок до соседних пляжей. К речному причалу также причаливают катера, перевозящие туристов с круизных лайнеров, стоящих у берегов острова Пхукет. На северной части пляжа Патонга туристы предпочитают купаться и наслаждаться солнцем. Здесь работают душевые кабинки, туалеты, а также можно взять в аренду шезлонги и лежаки. Аренда пары лежаков и зонта стоит около 200 бат, однако на пляже всегда найдется место, где можно разместиться прямо на песке. Вдоль пляжа расположены массажные салоны, а также небольшие кафе и ларьки с прохладительными напитками. По пляжу активно ходят торговцы, предлагающие мороженое, свежие фрукты и жареную кукурузу. Пляж в Патонге не может похвастаться хорошими местами для плавания с маской, но здесь можно арендовать акваскутеры, бананы, водные лыжи, играть в пляжный волейбол, теннис или прокатиться на парашюте. В период мусонов сюда приезжают серфингисты, хотя волны обычно здесь невысокие и длинные, что больше подходит для новичков. В двух минутах ходьбы от пляжа расположен Зорбинг парк, где можно испытать удовольствие от спуска с холма в большом надувном шаре. Во время спуска вы почувствуете, что такое свободное падение и невесомость. Трасса имеет длину 190 метров, что делает ее самой длинной на острове Пхукет. Это развлечение доступно даже детям от 6 лет. Кстати, в Патонге с его яркими развлечениями можно отлично проводить время и с малышами. Пляжи здесь пологие, а в торговых центрах есть специальные зоны для детей с аттракционами. Один из лучших местных пляжей для семейного отдыха – Лома, около которого расположен небольшой парк с бесплатной детской площадкой. Весьма интересно посетить с семьей торговую галерею Банана Волк, где можно поиграть в мини-гольф на открытой площадке с видом на море. Ночная жизнь Патонга бурлит в районе ведущей к морю улицы Банглороуд. Днем она тихая и спокойная, но к вечеру преображается до неузнаваемости. Автомобили уступают дорогу многочисленным туристам, заполняющим улицу. Здесь они погружаются в мир ярких неоновых огней, трансвеститов в нарядах из пуха и перьев, так называемых ночных бабочек, которые приглашают посетить массажные салоны, стриптиз-клубы и другие развлекательные заведения для взрослых. На Банглороуд царит атмосфера безудержного веселья до утра. Тем не менее, туристы, предпочитающие более уединенные места, всегда могут укрыться в приличных ресторанах и кафе, которых здесь тоже предостаточно, или прогуляться по многочисленным магазинам, где продаются товары со скидками. На север от Патонга простирается трехкилометровый пляж курорта Корон. Часть прибрежной зоны, известной как Корон Нуи, занимает изысканный отельный комплекс. Вдоль большого пляжа оборудованы зоны с шезлонгами, зонтиками, кафе и ларьками, где можно приобрести простую тайскую еду. У самого берега пляжа Корон достаточно мелко, но на расстоянии 10-15 метров глубина резко увеличивается. У побережья отсутствуют островки, которые могли бы защитить его от ветров, поэтому здесь может быть более ветрено, чем на других пляжах Пхукета. В период мусонов именно на Корон съезжаются серферы со всего мира. Среди пляжных развлечений здесь популярны катание на водных скутерах, банане, парасейлон и пляжный волейбол. Любителям сноркеллинга рекомендуется отправиться к северной или южной оконечности пляжа, где вблизи скалистых мысов можно наблюдать мурен и разнообразных тропических рыбок. На набережной Корона расположены многочисленные кафе и рестораны, где можно насладиться вкусными тайскими блинчиками, миниатюрными шашлычками и изысканными блюдами из морепродуктов. Ночные развлечения на этом курорте в сравнении с тем, что предлагает Патонг, выглядят вполне пристойно. Это преимущественно пабы и бары с живой музыкой. Южнее Корона расположен еще один знаменитый пляж Пхукета – Ката. Его протяженность составляет всего полтора километра, а он уютно утоплен в бухте, напоминающей по форме полумесяц. С обеих сторон Кату окружают холмы, покрытые изумрудной зеленью. Этот спокойный уголок особенно популярен среди любителей уединенного отдыха и семей с детьми. Пляж имеет пологий вход в воду, поэтому для полноценного купания необходимо пройти всего 20-30 метров вглубь. И даже при отливах изменения уровня воды здесь едва ли заметны. Автомобильные дороги проходят вдали от пляжа, на второй и третьей линиях, поэтому здесь нет шума от моторов. Пункты проката пляжного инвентаря лежаков-зонтиков расположены на западной и южной частях пляжа, где также можно найти киоски с прохладительными напитками. Туристы предпочитают загорать и купаться в центральной и южной части Каты, где много зелени, и отдыхать в тени пальм и вечно зеленых кузариновых деревьев с утра до вечера. На южной оконечности расположен серф-хаус, где можно попробовать серфинг или научиться просто держаться на доске. Стоимость часа катания на волнах составляет 1000 бат. Рядом с клубом недавно открылся парк с детской площадкой и тренажерами, вход в который бесплатный. Если вам интересно понырять с маской, лучше отправиться к северной конечности, где находится небольшой коралловый риф, обитаемый маленькими пестрыми рыбками. Неподалеку от Каты расположен Ката-вьюпойнт, с которого открываются великолепные виды на Кату и Корон. Чтобы добраться туда, нужно проехать 3 километра по дороге, которая петляет по холмам. Прогулка пешком будет приятной, но также можно воспользоваться такси или тук-туком. Вечерами туристы, наслаждающиеся отдыхом в Кате, предпочитают проводить время в ресторанах и барах, расположенных в уютных переулках центральной части курорта. На северо-западе острова Пхукет расположен известный 8-километровый пляж Бангтао. Его центральная часть занята территорией известного отельного комплекса, который имеет собственный гольф-клуб. В южной части пляжа расположены бунгала, в то время как в северной зданий почти нет. На этом пляже популярны виндсерфинг, водные лыжи, скутеры, а также есть конный клуб, расположенный у входа в комплекс Лагуна. Прогулки верхом по пляжу являются одним из любимых развлечений туристов, отдыхающих здесь. На северо-западном побережье острова Пхукет сохранились несколько совершенно малолюдных пляжей, включая пляж Банана. Здесь отсутствуют отели, а катание на скутерах и водных лыжах запрещено. Вдоль пляжа тянутся коралловые рифы, что делает это место идеальным для дайвинга. Хотя Пхукет прославился своими пляжами, на острове есть несколько зеленых уголков удивительной красоты, которые стоит посетить, если вы устали от моря и пляжа. Путешествуя на север от столицы острова, вы попадете в национальный парк Пратхео. Это единственное место на Пхукете, где сохранился влажный тропический лес. Здесь для туристов обустроены тропы, по которым можно прогуливаться, наблюдая за экзотическими птицами и наслаждаясь роскошными лианами и орхидеями. Одна из троп приведет вас к водопаду Тонсай. В сухой сезон он представляет собой едва заметный поток воды, а в дождливый становится мощным водопадом. Дорога, ведущая на запад, приведет вас к морскому побережью, где среди казуариновых деревьев расположен национальный парк Сиренад. Он простирается на огромной территории и включает несколько диких пляжей. Один из них – пляж Майкао, один из самых протяженных на острове Пхукет. Именно здесь каждую ночь с ноября по февраль выходят на берег морские черепахи, весом около 850 килограмм. Следуя инстинкту, черепахи, согласно некоторым данным, уже 90 миллионов лет выполняют одно и то же действие. Роют ластами глубокие ямки в песке, где откладывают до 200 яиц. Если вы хотите наблюдать за этим удивительным процессом, возьмите с собой фонарик и старайтесь не пугать этих животных, занятых своими важными делами. В парке Сиренад не только черепахи являются достопримечательностью. На его территории площадью около 1 квадратного километра расположен уникальный мангровый лес, где произрастают древесные породы красного, белого и черного цвета. Парк также известен своим великолепным коралловым рифом, расположенным у пляжа Найянг. На территории парка Сиренад находится крупнейший аквапарк на Пхукете под названием «Всплеск джунглей». Здесь посетители могут насладиться экстремальными водными горками, поплавать в бассейнах и отдохнуть на террасе. Для детей в парке также обустроен мини-городок с различными аттракционами. Национальный парк открыт ежедневно для посещения. В парке также доступна аренда бунгало по доступной цене, что позволяет удобно наблюдать за черепахами и участвовать в популярных ночных купаниях. Любителям природы стоит посетить южную оконечность острова, где находится горный мыс Промтеп, что в переводе с тайского означает «мыс Бога». Здесь расположена самая известная смотровая площадка на Пхукете, с которой открывается одна из лучших в мире панорам заката. Фотографии, сделанные с этой точки, обязательно входят в любой туристический альбом с информацией о Толанде. На вершине горы установлен маяк, а неподалеку находится Краеведческий музей, где можно ознакомиться с расписанием феерических закатов. Любознательным туристам будет интересно совершить путешествие по острову, где можно посетить буддийские и даотские храмы, музеи или отправиться на соседние и отдаленные острова для новых впечатлений. Среди 30 буддийских храмов на Пхукете особенно известен храм Ват-Чалонг. Точная дата его постройки неизвестна, однако по письменным источникам он существует не менее 150 лет. Храм, похожий на сказочный дворец, включает несколько сооружений. Главный храм для молитв – Вихару с изваяниями трех монахов и корпус с монашескими кельями и крематорием. Для посещения открыта лишь Вихара. Еще один известный храм Пхукета – Пратхонг. Здесь можно увидеть золотую статую Будды, копанную в землю. Местные жители считают, что тем, кто попытается ее выкопать, грозят несчастье. Одним из символов Пхукета является 45-метровая статуя Большого Будды, вырезанная из белого мрамора, которая буквально светится под лучами солнца. Изваяние сидящего в позе лотоса Будды можно увидеть с разных точек острова. Это не просто статуя, а часть обширного храмового комплекса, строительство которого продолжается за счет пожертвований. Храмовый комплекс расположен на вершине горы Накакет, высота которой достигает около 400 метров. С этим местом связана легенда, рассказывающая о том, что Будда приходил сюда для медитации и излучал мистическое сияние в процессе священного обряда. С вершины горы открывается захватывающий вид на остров. Добраться до вершины можно пешком, на что уйдет примерно около полутора часов. Однако, большинство туристов предпочитает подняться на тук-туки. В ходе путешествия по острову не забудьте посетить национальный музей, расположенный в городе Таланг. Здесь можно узнать историю Пхукета и всего королевства Таиланд. В музее и на прилегающей площадке представлены макеты жилищ, которые использовались местными жителями в разные времена, а также предметы их быта. Коллекция музея включает скульптурные композиции, изваяние древних богов, оружие, украшения и национальную одежду. Музей был основан в 1985 году в честь 200-летия победы над берманскими войсками, которые осадили остров после гибели его губернатора. Возглавила сопротивление вдова губернатора, осознав опасность численного превосходства врага. Вместе с сестрой она организовала мистификацию, переодев жительниц острова в солдатскую одежду и разместив их на оборонительных позициях. Благодаря таким мерам и смелым вылазкам настоящих воинов на флангах, агрессор был вынужден отступить. В награду за храбрость король Рама I присвоил сестрам королевские титулы. Памятник этим народным героиням установлен неподалеку от национального музея и является одной из главных достопримечательностей Пхукета. Отправившись на морскую прогулку, вы сможете познакомиться с островами, окружающими Пхукет. Особенно популярен среди женщин остров Наганой, где находится жемчужная ферма. Здесь специализируются на выращивании жемчуга с помощью моллюсков. Великолепные украшения с жемчугом, созданные местными мастерами, можно приобрести непосредственно на месте. Во время экскурсии по окрестностям острова вам представится возможность посетить местные спарринги по кикбоксингу и возможно увидеть петушиные бои и другие подобные аттракционы. В местном ресторане вы сможете насладиться блюдами из морепродуктов. Один из обязательных пунктов программы – посещение острова Симилан, окруженного коралловыми рифами, что делает его идеальным местом для любителей подводного плавания. Также привлекательны однодневные прогулки на лодках к величественным скалам залива Пхангна. Начиная с гавани Аопо на северо-востоке Пхукета вы проплывете мимо высоких известняковых скал, возвышающихся на сотни метров из морских глубин, и сделаете первую остановку у острова Пинкан, одного из мест съемок фильма о Джеймсе Бонде «Человек с золотым револьвером». Следом за ним вы увидите остров Тапу с его знаменитой 40-метровой пальцеобразной скалой, а также природный тоннель Тхам-Лаут, пронизывающий огромную гору. По пути вы также сможете посетить остров Тхам-Лаут, где можно увидеть наскальное изображение древних кораблей. На обратном пути у вас будет возможность расслабиться и позагорать на острове Нагай-Яй, известном своими пустынными пляжами с мелким песком и чистой лазурной водой. Однодневные лодочные экскурсии обычно начинаются в 9 утра и заканчиваются в 17.00. Стоимость таких туров зависит от сезона, типа морского судна и включенных услуг. На Пхукете представлены разнообразные развлечения, в том числе популярны различные шоу. Любители тайской культуры и традиций могут посетить тайскую деревню, расположенную недалеко от столицы острова. Здесь можно насладиться традиционными танцевальными выступлениями, соревнованиями на мечах, поединками тайских боксеров и цирковыми представлениями слонов. Также возможно прогулка верхом на слоне. Один из лучших развлекательных комплексов на Пхукете для всей семьи – это ежедневное шоу в парке Фантазия, расположенном в 10 километрах от Патонга, рядом с пляжем Камала. В рамках этого яркого представления в традиционном тайском стиле зрители наслаждаются выступлениями акробатов, танцоров и фокусников. Шоу сопровождается пиротехническими эффектами и имитацией тропического ливня. Особое внимание привлекает момент, когда на сцену выходят 40 слонов, которые демонстрируют свои умения в танцах и различных трюках. На территории развлекательного комплекса расположена деревня Карнавала с павильоном, где ремесленники вырезают фигурки из дерева, а художники создают картины. В этой деревне также есть зона, имитирующая тропические джунгли и парк аттракционов. После шоу или перед ним посетите огромный ресторан на 4000 мест, предлагающий европейскую и азиатскую кухню, а также вегетарианские блюда. Посещение парка Фантазия часто включается в экскурсионные маршруты по острову Пхукет. В таких экскурсиях цена на шоу и ужин включена в стоимость. Для индивидуальных посетителей билеты приобретаются на месте. Таиланд предлагает огромный выбор ювелирных и ремесленных изделий, хотя лучше всего покупать их в Бангкоке и Чиангмайе. На Пхукете также стоит приобрести что-то традиционное в качестве сувенира. Хотя настоящие антикварные изделия встречаются редко, местные ремесленники делают хорошие копии и продавцы честно указывают на их происхождение. Рекомендуется посмотреть на изделия местных мастеров на воскресном рынке Пхукетауне. Тайский шелк, сверкающий и привлекательный, давно стал символом Таиланда. Если вы хотите приобрести изделия из тайского шелка, но не сильно разбираетесь в его качестве, стоит выбрать фирменный магазин на Пхукете, чтобы избежать подделок. В Таиланде также можно найти обувь, сумки и другие кожаные изделия, изготовленные из кожи экзотических животных, таких как змеи, броненосцы, крокодилы, ящерицы, жабы и даже птицы. Лучше всего покупать такие изделия в специализированных фирменных магазинах. На Пхукете традиционно покупают драгоценные камни и ювелирные изделия. Лучшие самоцветы это сапфиры, голубые или черные, гладкие или граненые. Иногда можно встретить отличные рубины из Камбоджи. Чтобы избежать подделок, рекомендуется покупать драгоценности только в ювелирных магазинах. Конечно, перед отъездом домой стоит купить местные специи, ведь ароматов тайской кухни вам будет не хватать еще долгое время. Специи продаются как на развес, так и в упаковках. Можно покупать их отдельно или в наборах. Большой выбор специй можно найти на любом рынке. Особенно большое разнообразие представлено в торговом центре Superchip, расположенном на севере Пхукеттауна. На острове Пхукет вы сможете насладиться разнообразием азиатской кухни. Однако, если вы предпочитаете русскую или европейскую гастрономию, то множество кафе и ресторанов острова с удовольствием удовлетворят ваши вкусовые предпочтения. В курортных районах западного побережья преобладают тайская и европейская кухня. Также здесь много заведений, предлагающих типичные русские блюда. Чем дальше от пляжных центров, тем чаще в меню можно найти блюда с Ближнего Востока, Восточной Азии и Южной Америки. В Пхукеттауне вы сможете найти отличные рестораны с азиатской кухней. Цены в заведениях на западном побережье острова примерно вдвое выше, чем на Восточном берегу. Аутентичная кухня острова Пхукетт своеобразна и сочетает в себе традиции Таиланда, Малайзии и Китая. Местные блюда не только привлекательны внешне и ароматны, но часто отличаются высокой остротой, что может затруднить восприятие их истинного вкуса. В последнее время особенно острые блюда часто отмечаются символом красного перца или надписью «Хот». На столе всегда присутствует вареный рис, который помогает смягчить остроту блюд. На Пхукете обязательно стоит попробовать морепродукты, которые готовят здесь просто потрясающе. Особенно популярны креветки, жареные с травами чонг, известные как бью-тот. Блюда из рыбы часто подают в банановых листьях, что добавляет им уникального вкуса. Кулинарные шедевры местных шеф-поваров, приготовленные по традиционным рецептам, часто отмечены в меню как уникальный Пхукетт. Не забудьте купить на Пхукете свежие фрукты, которые здесь представлены в большом количестве. На местных рынках цены на фрукты могут быть выше, чем в супермаркетах. Однако это часто связано с сезонными скидками на продукты, а не с их качеством. На острое Пхукетт представлен широкий выбор размещения для туристов. Начиная от простых гестхаусов с минимальным уровнем комфорта и заканчивая роскошными вилами с изысканными садами и частными бассейнами. Также здесь можно найти трехзвездочные отели с добротным сервисом, хорошие четырехзвездочные варианты и роскошные пятизвездочные отели. Пхукетт – остров с холмистым рельефом, поэтому длительные пешие прогулки могут быть трудны для людей без должной физической подготовки. Большинство туристов перемещаются пешком в пределах своих отелей, где расположены магазины, кафе и рестораны. На острове большое разнообразие транспортных средств – автобусы, паромы, лодки, тук-туки, такси, но не все они удобны для гостей. Городские автобусы курсируют только в столице Пхукета, а их расписание нерегулярное. Также автобусы не очень комфортны для передвижения. Проезд стоит около 15 бат. Чтобы добраться от центра Пхукетауна до побережья, можно воспользоваться маршрутными микроавтобусами, известными как Сонгтео. Они также ходят нерегулярно, начинают движение, когда заполнены пассажирами и могут отставать от расписания. Стоимость проезда составляет от 40 до 60 бат в зависимости от расстояния. Также доступны комфортабельные микроавтобусы с фиксированным расписанием, которые отправляются от старого автовокзала столицы и делают остановки у всех популярных пляжей. Тук-туки на Пхукете представляют собой маленькие грузовики, окрашенные в яркие цвета – красный, синий, желтый и зеленый. Они способны вместить от 6 до 8 человек. И стоят от 300 до 500 бат за поездку. Таксисты на Пхукете отличаются жадностью, и если увидят, что вы спешите, обязательно поднимут цену. Мототакси представляют собой более экономичный способ перемещения по острову, чем обычные такси. Их водители готовы быстро доставить вас до нужного места, объезжая пробки по обочине и полосе для мотоциклистов. И стоят они в два раза дешевле. На любом пляже Пхукета доступна аренда лодок. Цены обсуждаются и зависят от расстояния и сезона. Также на острове можно арендовать велосипед, мопед или автомобиль. Стоит учитывать, что на Пхукете движения левосторонние. И если у вас нет опыта вождения, рекомендуется воздержаться от аренды транспортного средства. На острове часто происходят ДТП со смертельным исходом, зачастую из-за неосторожного вождения иностранных туристов. В общем, жители Пхукета достаточно дружелюбны и насилие в отношении иностранцев встречается редко. Однако стоит оставаться осторожным. Вблизи достопримечательностей избегайте предложений о бесплатных экскурсиях или посещении дешевых магазинов. Чаще всего в этом скрывается подвох. На пристанях стоит быть осторожным по отношению к людям, предлагающим бесплатные поездки на лодках по каналу. Не следует давать деньги мнимым буйскаутам, выпрашивающим пожертвования. И не ввязываться в карточные игры, так как ваш выигрыш маловероятен. При посещении буддийских храмов важно соблюдать определенное правило. Снимать обувь при входе и оставлять ее за порогом. Не наступать на порог, его нужно переступать. Носить закрытую одежду. Женщины не должны прикасаться к монахам или обращаться к ним напрямую. Если женщина хочет сделать пожертвование храму, она должна передать деньги через мужчину. Аэропорт Пхукета является одним из крупнейших в Таиланде и принимает регулярные рейсы из многих крупных мировых городов. Расположен аэропорт в 32 километрах от столицы острова. Если ваш отель не предоставляет трансфер из аэропорта, можно добраться до нужного места на городском рейсовом автобусе или такси до старого вокзала. Там можно пересесть на комфортабельный автобус с кондиционером и доехать до пункта назначения. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, этот выпуск был полезен для вас. До новых встреч!